здравствуйте дорогие зрители усаживайтесь поудобнее на ближайшие пять минут мы займем вас интересными новостями из жизни латинских звезд новости у нас сегодня в основном не особо веселые но тем не менее итак начнем с грезельды сицилиане ну во первых она изменила прическу вполне симпатично получилось девушка конечно яркая и без того снова прическа еще ярче будет но во-вторых она высказалась по поводу скандального ухода факунду араны сериала фарсантес скандального не потому что факунду невыносим или что-то в этом роде нет вовсе нет просто сериал сотрясали ссоры выяснение отношений хлопанье дверьми ну в общем что-то там непонятное творилось все время и в частности ходили слухи что одной из причин ухода факунду были довольно непростые отношения с грезельдой и вот она решила прояснить ситуацию сказала что не понимает почему он это сделал но осуждать его тоже не может и принимает его решение ну что вот решил значит ну решил она хотела бы чтобы ее героиня осталась с его героем до самого конца но увы не получилось ну и вообще уход из сериала равносилен скандалу а это не очень-то хорошо единственное что нас тут можно может порадовать это то что очень достойная манера у аргентинцев обсуждать разные рабочие моменты и разногласия то есть никто никому не выкатывает претензий на пол километра не так посмотрел не не то сделал не поздоровался и всякое разное да то есть вот такой вот мелочной такой скандальности у них нет но с другой стороны бывают разные моменты работа вы сами понимаете не все друг другу нравится не все друг другу подходят по характерам так что всяко бывает ну вот дальше новость совсем не веселая чудные дела творятся в венесуэле 26 марта национальной разведывательной службой боливарианской сибин были арестованы мать отец и брат натальи стрейтнард после обыска в их доме натя написала панический твит который отретвитили очень многие звезды латинского шоу-бизнеса она сказала что забрали мою семью я боюсь я не знаю где они помогите мне с ними как-то встретиться вот и отретвитили очень многие звезды латинского шоу-бизнеса как я уже сказал в том числе и бывший муж натальи марио симаара через некоторое время мать натальи хуана мартинос была отпущена она те написал еще один твит где в общем рассказала что под арестом остались ее отец и брат и что с ними кажется хорошо обращаются а потом эти твиты были удалены из ленты почему непонятно ну и в общем ходят очень странные слухи почему этот арест вообще был произведен якобы отец натальи и ее брат были причастны к попытке переворота то есть был заговор в результате которого хотели свергнуть правительство николаса мадуро ну вообще очень очень смешно потому что представьте себе 78 летний старик достаточно нездоровый злоумышляет на боливарианское правительство ну что можно сказать маразм крепчал брат сальмы хайк сами совершил аварию автомобильную не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения его машина врезалась автомобиль тойота в результате на месте погиб фотограф йен катлер который сидел рядом с братом сальмы он был очень известен он работал со многими звездами был лауреатом грэйми в общем личность практически легендарная в шоу-бизнесе и вот такая вот идиотская смерть ну почему сам михайк потерял управление машиной тут в общем тоже не ясно полиция выясняет ясно одно что ни алкоголя ни наркотиков он не употреблял но вполне возможно что может быть просто отвлекся мало ли вот обычно так и бывает или телефон зазвонил или еще что-то ну в общем причин может быть миллион главное другое что жизнь человеческую теперь уже не вернешь сын мексиканского актера мануэля ландетте хорди попал в больницу спиритонитом ему была сделана срочная операция и сейчас ему нужна кровь поскольку во время операции у него было очень сильное кровотечение мануэль обратился с просьбой о помощи к публике потому что нужно много крови и вот публика откликнулась естественно но состояние хорди пока в общем внушает опасения достаточно серьезное состояние вот и сам мануэль даже не очень-то и в курсе что там что там конкретно происходит поскольку врачи к больному не допускают ой ну хватит о грустном наверное давайте парочку веселых событий обсудим ну как веселых сравнительно да ну вот зури овега обручилась обручилась с альберто гоя она сказала что церемония была очень интимная только он и она больше никого она счастлива и довольна ее родители тоже очень довольны ее брат и сестра тоже довольны ну это она отвечала на вопрос как папочка среагировала потому что известно же что папочка не очень любит будущего взятия ну а кому нынче легко если дочка счастлива то никуда и не денешься хотя вот некоторые родители не сдаются мама Адрианы Фонсека недавно назвала мужа дочери Энрике Кальдерона господином никто ну может быть дело в том что Адриана старше мужа на 10 лет и мама думает что его привлекла только ее слова актрисы хотя какая там слава чего же там такого знаменитого особенно не Дженнифер Лопес чай но мама свято уверена что парень ищет популярности в газетах и журналах и все и больше ничего ну поживем увидим если через несколько лет парочка разбежится то вот как раз мамочкины слова и оправдаются на сегодня все ждем вас в следующих программах до свидания до свидания до свидания